Если вот дальше вспоминать о том, что есть разногласия между Минобороны, между даже Пригожиным и Путиным, может ли это, ну есть инстинкт самосбораживания, да, украинскую мову? Да, самосохранение. Вот понятно, что Шойгу и другие наближенные все-таки боятся Путина, но когда ты понимаешь, что тебе говорят, иди на убой, и ранее или поздно дойдет до высших офицеров, может ли это перерасти из боязни в то, что пойдет конфронтация какая-то среди элит? Да, это все рано или поздно закончится, потому что я вообще по ощущению, я считаю, что Путина сейчас ненавидят все абсолютно в Российской Федерации в элитах. По разным причинам, это не одинаковые причины, то есть вот Ястребы его ненавидят за то, что он проигрывает войну, потому что он ее вел недостаточно жестоко. Значит, Голуби его ненавидят за то, что он вообще начал эту войну, все остальные его ненавидят за то, что эта война для них обернулась санкциями, что они не могут использовать свои деньги, что они не могут ездить по миру, что они не могут ничего покупать, что они не могут своих жен, ну, за исключением Тимура Иванова, жена которого еще в Куршевеле может кататься, и за исключением Нарышкина, жена которого может по Парижам раскатывать и по Ницце, и по Марселю. Но для большинства представителей элит очень большие потери в результате начатой именно Путином и лично Путином войны, которую Россия не могла выиграть. И поэтому, конечно, у него очень много врагов, и рано или поздно это закончится тем, что будет какая-то буча, я имею в виду не город буча, а восстание внутреннее, внутри этих российских элит. И мы всегда знаем, это исторически доказано, что все диктатуры или все автократические режимы, когда они исчерпывали себя, они заканчивали тем, что ближайшее окружение человека, который стоит во главе этого режима, убивали его ближайшее окружение. А вот если дальше говорить о фронте, также появилась информация, что аналитики, которые, конечно же, есть тоже в Кремле и неплохие, имеется в виду штат, все-таки доложили Кремлю, я не знаю, или Путину лично, что все-таки нужно опасаться о Крыме, и что в конце весны или летом все-таки будут попытки ВСУ отбить территорию Украины. И говорят, что даже Путин мог бы от этого задуматься. Как вы считаете, есть понимание в Кремле, в окружении Путина, может, самого Путина, что Крым уже не есть такой безопасный, как был до 24 февраля? Да, мне кажется, вот это ощущение правильное, и это понимание у Путина есть, и в Кремле есть, и у военных есть, и у территориальных органов тоже есть, потому что, обратите внимание, они же обставили пляжи крымские надолбами, это вообще, строго говоря, как бы с военной точки зрения не очень понятная вещь, потому что у вас, при всем моем уважении к украинским вооруженным силам, нет фактически военно-морского флота, да, то есть, по крайней мере, там, никакого десанта, там, никакой Нормандии 44-го года вы устроить Путину не можете, вот, это к сожалению, да, но они почему-то там отрыли окопы полнопрофильные по всем Черноморским пляжам, по Крымским пляжам, и это означает, что они вас ждут в том числе с моря даже, да, то есть, это доказывает, что они рассматривают на полном серьезе такую возможность, ну, хотя, другая версия еще такая, это просто вот те люди, которые роют эти окопы и ставят эти надолбы, они просто на этом делают бабло, потому что война, это возможность заработать еще и распилить бюджет государственный. А если говорить о Пригожине, мы сегодня уже о нем вспоминали, то, что он заявил о прекращении так называемого СВО, и сказал, что нужно прекращать, это на что указывать, Сергей? Одни говорят, что просто физически вагнеровцы заканчиваются на фронте, другие говорят, что просто Пригожин нашел союзники все-таки, союзников себе в Минобороны, или вот появилась еще информация, вы же слышали о сыне Пескова, который якобы воюет среди вагнеровцев, появилась фотография в Балаклаве, там не видно ничего, лица ничего, и достаточно сам Вагнер, извините, Пригожин через свою пресс-службу иронически рассуждает о наемнике Пескове, якобы насмехаясь над ним. Ну, с Пригожиным все, по-моему, довольно просто, потому что, во-первых, он обещал взять Бахмут сначала к ноябрю месяцу, потом к декабрю, потом к январю, потом к февралю, потом к марту, потом к апрелю, а теперь он уже знает, что может взять Бахмут, но неизвестно, продвинется ли он дальше, и поэтому ему надо искать объяснение, и ему нужна передышка в том числе. Вы правы, что ему закрыли, кстати, теперь доступ к тюрьмам, то есть он не может пополняться за счет тюрем, у них там потери довольно большие, то есть, в общем, идет вообще, шел вообще разговор о том, что через несколько недель таких боев от Вагнера ничего не останется, и этого, кстати, добиваются военные, которые терпеть ненавидят этого Пригожина, с которыми он поругался, которых они там оскорбляли матом и так далее и тому подобное. И, в общем, Пригожин, как у него, вы знаете, он довольно странный человек, потому что, с одной стороны, у него есть понимание какое-то такое, он же ведь в поле находится, он чувствует ситуацию, в отличие от Путина, например, который сидит в бункере, а с другой стороны, все-таки у него тараканов в голове довольно много, но он чувствует, что ему надо оправдываться за то, что он ничего не взял, и легче всего оправдаться тем, что вот украинцы теперь сильные, и у них теперь западное оружие, и теперь нам надо уже думать не о том, чтобы наступать, а о том, чтобы просто окопаться там, где мы находимся, и зубами закрепиться, и держаться за эту территорию. А с точки зрения вот этой истории с Путином, с Песковским сыном, это вещь о двух концах. Первое, мне показалось сначала, что это возможность как бы немножко подыграть Пескову, потому что он же поругался со всеми Пригожим, в том числе и с Песковым, и с Медведевым, и с кем только он не поругался, вот, и с Бегловым, там, и так далее. И, в общем, ему дали понять, что если ты так будешь продолжать, то ты, парень, долго не проживешь, к тебе прилетит Хаймарс, причем не обязательно со стороны украинской, к тебе может что-то прилететь. Вот, он слушает, кстати, наши передачи, он знает о том, о чем мы говорим, он понимает, что мы, наша аналитика в основном правильная, и поэтому он понял, что он заигрался очень далеко, что у него слишком большие амбиции, что это стало раздражать даже Путина, поэтому, кстати, ему отключили все там вертушки и прочие всякие доступы в Кремль, не в Кремль, в обход и в Минобороны, и в Министерства всякие, и в ведомства, и в специальные службы, вот, и он таким образом захотел просто лизнуть задницу Пескову, показать, что вот, типа, да, я подтверждаю, что твой сыночек бравый солдат, вот его там прэнкеры пытались поймать, значит, на телефонном звонке, где они ему предлагали пойти на фронт, а он говорил, а вы знаете, кто я такой, да на какой фронт, да пошли бы все нафиг, вот, и, значит, Пригожин, типа, дал ему возможность как бы, может быть, оправдаться, сказать, что вот, я все-таки туда приезжал, хотя мы понимаем, что ни в каком фронте он не был, то есть он где-то там был, там, по каким-то по тылам, может быть, там походил, вот, это вот первая версия, на самой поверхности. Но другая версия, если так поглубже проанализировать, то вместе с тем он подставил сына Пескова и самого Пескова, потому что если он подтвердил, что сын Пескова был на захваченных украинских территориях, то сын Пескова теперь попадает, если даже против него не были когда-то там санкции, хотя вроде против него говорили, что какие-то санкции были введены, то теперь-то уж точно будут введены, и теперь он попадает даже там в когорту военных преступников, что теперь ему навсегда будут закрыты выезды, въезды за границу в западный мир и в развитый капиталистический мир, он теперь не сможет увидеть свою маму в Лондоне с ее вторым мужем и так далее и тому подобное. И вообще, вы знаете, в этом смысле у меня такое впечатление, что вообще Пригожин делает примерно то, что Путин делал 21 февраля 1922 года, когда он всех своих подельников хотел повязать кровью, вот он собрал совещание Совета Безопасности и заставил публично каждого высказаться за то, что он поддерживает эту самую военную операцию. Таким образом, он всех их повязал, он сказал, что вам никому не удастся отмазаться от этого дела. Да, это вот, кстати, отвечает на вопрос, на ваш, а вот там Шойгу и Герасимов, может быть, они уже не хотят с ним светиться, им уже не удастся, потому что они уже так засветились и так много сделали в этой военной операции, что отмазаться им уже не удастся. И вот эта история с сыном Пескова, это, возможно, та же история, это, возможно, показать Пескову, что все, парень, тебе тоже уже никуда, не только тебе, но даже твоему сыну, потому что если до этого твой сын мог говорить, что, типа, дети за отцов не отвечают, я к этому не имел никакого отношения, вообще, вот вы видели, там, я не хотел мне найти ни на какой фронт, а теперь Пригожин подтвердил, Пригожин, кстати, самому себе такую же яму вырвал, потому что он много-много лет судился со всеми журналистами, которые говорили, что он является хозяином Вагнера, он говорил, нет, я не являюсь, значит, это вообще не моя организация, я к ней не имею никакого отношения. И вдруг в сентябре прошлого года он также вылез под камеру и сказал, что, да, я являюсь начальником Вагнера, вот мой Вагнер-центр, значит, в Санкт-Петербурге, вот я с Вагнером на линии фронта, таким образом он раз и навсегда себе закрыл выезд во все приличные страны.